Здравствуйте дорогие друзья! Вы на канале Эллен Брук. Новый год уже не за горами и в моих предыдущих роликах мы с вами уже сделали кучу праздничного декора. И венок, и две композиции, подсвечники, елочку украсили. И теперь нам осталось лишь красиво и с любовью завернуть подарки и положить под елочку. Это также мы будем делать из самых подручных материалов за копейки. Но результат ошеломит и обрадует не только вас. Предлагаю 5 вариантов упаковки новогодних подарков. Но перед началом предлагаю подписаться на мой канал с колокольчиком, чтобы посмотреть множество полезных роликов, а также чтобы не пропускать новые выпуски. Для начала давайте завернем наш подарок. Я предлагаю использовать обычную серую бумагу. Для тех, кто не знаком с такой формой упаковки, я предлагаю посмотреть, как это делаю я. Для первого варианта нам понадобятся обычные ватные кружочки для для макияжа глаз, на базе которых мы вырежем звездочки. Также из белой бумаги вырезаем три полосочки и наклеиваем их на коробочку. На конце каждой полосочки наклеиваем по одной звездочке. Теперь специальным дырокольчиком фигурным вырезаем на белой бумаге также маленькие звездочки. Вот такие они получаются. И теперь эти маленькие звездочки будем приклеивать на коробочку около больших. А также в тех местах, где осталось пустое место. Они очень красиво дополняют весь дизайн. Также можем воспользоваться цветным скотчем новогодним и украсить некоторые места сверху. Если у вас нету такого скотча, вы можете придумать какие-то другие элементы. Вот такая коробочка получилась. Новогодняя, тематическая и очень симпатичная. Следующий вариант нам понадобятся снежинки. Наверное все знают, как их нужно вырезать из белой бумаги. Если нет, давайте это сделаем вместе. Для этого нам понадобится квадрат белой бумаги и складываем его несколько раз. Хорошо пальчиками проутюживаем сгибы, чтобы все получилось ровненько. Затем, если хотим, чтобы снежинка была более-менее круглая, срезаем верхние углы и начинаем вырезать то, что нам нравится. Такие снежинки очень универсальны. Ними можно украсить и елку и окна и новогоднюю открытку. Я очень люблю их делать, они всегда получаются разные и неповторимые. Продолжение следует... Приклеиваем снежинки в том расположении, которое нам нравится. На серой бумаге они выглядят очень даже красиво. А в уголке пустом, который нам остался, можно приклеить конвертик, который также очень легко можно делать самому. И в этот конвертик мы положим открыточку с именем того, кому мы подарим подарок. Получится очень оригинально и красиво. Оставшиеся места также можно заполнить маленькими звездочками. Получился очень красивый подарок с письмом. Приступаем к третьему варианту. И здесь все предельно просто. Обычные полосочки, которые можно разукрасить кусочками цветного новогоднего скотча, который придаст более праздничный вид. Если нет, придумайте, какие еще элементы вы можете туда наклеить. А сверху добавляем цветные пуговки, которые найдутся в каждом доме. Приклеиваем их термоклеем и подарочек готов. Четвертый вариант. Будем украшать белыми елочками. Я предлагаю сделать сверху елочку объемную. Для этого сразу вырезаем две одинаковые елочки и с одной стороны склеиваем их вместе. Потом расправляем и вот так вот помещаем на наш подарочек. Получается объемная елочка. Сейчас мы ее красиво приклеим на поверхность подарочка и будем украшать его дальше. На макушечку можно приклеить вот такой готовый элемент, который продается в каждом магазине с декором. И теперь дело за вашей фантазией. Я вырезала из старого календаря вот такие снежинки, которыми буду украшать елочку. Вы же можете поискать какие-то другие элементы, которые у вас есть дома. Также из золотой тесьмы я нарезала полосочки и украшу уголки нашей коробочки, чтобы придать им праздничный вид. Снизу термоклеем я также наклею несколько цветных пуговиц, которые придадут подарочку праздничный и цветной вид. И еще несколько объемных элементов в форме цветного серпантина и наша елочка будет готова. Принимайте работу. Для следующего варианта будем также использовать нашу снежинку, но уже с другими добавлениями и элементами. Приклеиваем на серединку и завязываем подарочной тесьмой. Теперь в серединку вкладываем сладкий элемент в форме сердечка. Немножко укрепим термоклеем. По бокам дадим кусочки новогодней гирлянды и подарочек готов. Я надеюсь, что мои идеи вас вдохновили и ваши подарки заиграют по-иному под новогодней елкой в этом году, принося близким радость. Если так, буду благодарна за пальчик вверх, подписывайтесь на канал и будьте частыми гостями у меня. Поэтому я не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч, друзья, у Элленбрук. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова